Это мой любимый пауэрбанк для смартфона и не только, потому что он умеет делать вот так. Кайф, давайте посмотрим. Всем салют, друзья, меня зовут Олег Никитин, вы на канале No Limits On, и это один из моих любимых аккумуляторов, потому что он имеет MagSafe магнит, заряжает по беспроводу ваш телефон, имеет подставочку, а также помимо пауэрбанка сегодня посмотрим на целую линейку чехлов от компании UBR, которые любезно предоставили мне всю эту радость на обзор. Начнем мы с пауэрбанка, конечно же, он имеет 5000 мАч или 19.25 Ватт-часов, зарядит он по беспроводу через MagSafe, ваш айфон где-то процентов на 70, но если вы будете пользоваться проводной зарядкой через USB Type-C, то он отдаст больше энергии и зарядит его полностью, ну в частности 15 Pro Max, более простенькие модели, несколько раз даже сможет зарядить. Дело в том, что когда вы прицепляете по MagSafe эту всю историю, то у нас вырабатывается тепло и немножко теряется эффективность, так что если хотите выжать максимум из банки, лучше зарядитесь проводом, ну а если просто для удобства вот так куда-то поставили и он себе заряжается, то можно и по беспроводу, как видите, анимация зарядки у нас пошла. Напомню, друзья, что алгоритм MagSafe поддерживается только с айфонов 12 и более новых, если у вас 11 или более старый, то MagSafe-то там не будет. Через провод этот Powerbank отдает 20 Вт на зарядку, а соответственно по беспроводу 15 Вт, что тоже очень неплохо. В принципе, айфоны сильно больше-то и не умеют. А также самая моя любимая функция у этого аккумулятора это подставка, потому что сами знаете, смотрим мы какой-нибудь контентик, когда кушаем или что-то подобное, поставили либо вот так, либо мы можем повернуть и поставить его вот так. Я еще нашел третье положение, это когда у нас вот так и вот так. То есть, короче, как удобно. Конечно, в данном аккумуляторе есть все степени защиты, новые модные протоколы, чтобы не было ни скачков напряжения, ни перегрева, ни каких-либо других нюансов, как при зарядке по беспроводу, так и по проводной зарядке. Powerbank поддерживает различные стандартные беспроводной и проводной зарядки, такие как Power Delivery, PPS и также Quick Charge 3.0, который позволяет зарядить до 50% ваш гаджет за 30 минут. Ну, конечно, не такой здоровый, как 15 Pro Max iPhone, но все равно очень приятно. И сам Powerbank будет подбирать скорость зарядки устройства в зависимости от запроса самого устройства, насколько уже заряжен аккумулятор и насколько ему требуется много питания прямо сейчас, чтобы не перегрузить и не перегреть устройство. На поверхности же самого Powerbank у нас очень мягкая такая силиконовая прослоечка, так что даже если вы без чехла используете этот Powerbank, то ничего вы не поцарапаете. А с тыльной стороны у нас есть вот такая складная конструкция, она на самом деле очень тоненькая, но очень прочная и устойчиво стоит на любых поверхностях. Уже потестировал в самолете и в поезде, и, в общем-то, мне все понравилось. Хорошо и надежно держит устройство. В Powerbank UBR Backup использован также такой материал, как графен, который позволяет отводить тепло более эффективно, соответственно, не слишком сильно нагревать как сам Powerbank, так и, соответственно, ваш смартфон. Также компания UBR производит и более толстенькие, более емкие Powerbank. Вы можете всю эту информацию найти и на сайте у ребят. Я ссылочку прикладываю к описанию. И еще раз благодарю за предоставление мне на обзор всех этих приятнейших девайсов. Ну хорошо, с Powerbank разобрались. Классная тема. Давайте теперь посмотрим на чехлы. Вот у меня телефон дочери iPhone 15 розовый. И видите, что у нас еще розовый же чехольчик. Он называется, чтобы не перепутать, UBR Touch Mag Case. И он, кстати, тоже поддерживает технологию Powerbank. Он так аккуратненько, практически в полный размер телефона садится вот сюда. И у данного кейса есть два основных классных преимущества. Во-первых, это очень приятная вот здесь силиконовая текстура, материя, если хотите. И он не собирает ни пыль, ни грязь, ни пятна. То есть, сами знаете, дети руки не моют особо, да, любят грязными ручками что-нибудь потрогать. Покушали, тут же потрогали. Чипсики пожевали, тут же потрогали. Но вот он эксплуатировался дочкой уже несколько дней. И я не вижу никаких на нем пятен, проблем, пыли и так далее. Вообще очень приятный. И также внутри. Там есть такая шерстяная подложечка. То есть, сам телефон внутри максимально хорошо защищен. Еще немножко выпирает бампер камер. Соответственно, камеры у вас тоже защищены при падении. Все кнопочки удачно прорезинены. И представлен данный чехол в шести разных цветах. То есть, под любой практически цвет вашего смартфона можно будет подобрать плюс-минус похожую цветовую палитру и на чехле. С этим разобрались. Очень подходящий к моему синему iPhone 15 Pro Max чехол. Называется он Cloud Mac Case. Здесь же у нас представлена более прозрачная такая текстурка в середине. Также есть поддержка MaxSafe. То есть, полную степень зарядки вы будете получать по MaxSafe с помощью этого кейса. Он идеально подходит под цветовой палитрик Cinema 15 Pro Max. У него также очень хорошо сделаны кнопочки. Сам материал достаточно цепкий. То есть, он не выскальзывает у вас из руки. Сам чехол весит вот столько. Здесь вот подпишу, сколько весит чехол. Он очень плотненький по краям. То есть, защищает от падений. Также есть специальный бампер и для камер. Ну и, собственно, такой классический, хороший, надежный чехол. Очень стильно выглядящий. Тоже есть пылеотталкивающая поверхность. И само вот это покрытие называется Silk Touch. Оно действительно очень похоже на такое шелковое что-то. Очень приятно сделано. И, соответственно, не собирает еще отпечатки пальцев. Что тоже всегда хорошо. И финальный чехол на сегодня называется Clip 360 Mac Case. Здесь у нас есть специальная вот такая штучка, которая позволяет вам телефон ставить как в вертикальной ориентации, так и в горизонтальной ориентации для тех, кто любит посмотреть YouTube. В частности, мой канал за ужином, обедом, завтраком или любым другим приемом пищи. Здесь все то же самое. То есть, это очень приятное прорезиненное плотное покрытие, которое не позволит вашему телефону разбиться при падении. Ну, только при очень неудачном. Также есть бампер для камер. Также есть специальное вот это Soft Touch покрытие, которое не оставляет следов пальчиков и противопылевое покрытие, чтобы сюда ничего не забивалось. В целом, очень классно для тех, кто любит посмотреть контент здесь и сейчас, без всяких дурацких липучек, которые, помните, были пак или как они там назывались, которые вот сюда такая на присоске лепятся, и вот так вот ее все носили, а потом ставили, смотрели контент. Вот это постильнее. Есть такое слово постильнее? Ну, короче, вы поняли. Гораздо более стильный девайс. Причем, друзья, у всех этих чехлов на сайте есть разные вариации под разные модели смартфонов, а также в разных цветовых решениях, поэтому можете туда зайти, посмотреть. Что касается стоимости, то опять же смотрите на сайте, уточняйте в магазинах-партнерах, но в целом стоимость более чем адекватная за хороший высококачественный чехол и за Powerbank в том числе. У нас сейчас на рынке плюс-минус все стоят одинаково, так что здесь никакого оверпрайса вы точно не найдете. Могу смело рекомендовать. Ну и вот здесь я вам, друзья, оставлю следующий ролик посмотреть, а если этот вам понравился, то жмите лайк, подписку и колокольчик. Ну а я пошел заряжу дочки на телефон вот так вот с помощью этого Powerbank. Пока, берегите себя!